Самые тяжелые больные у нас находятся в отделении реанимации. Как мы уже вам говорили, да, это два пострадавших. Один из них пострадал достаточно серьезно. Там тяжелая черепно-мозговая травма. Это тот представитель ДСНС, который пытался по лестнице забраться наверх, и на него упала вот та 17-летняя девушка. Они вместе с большим, так сказать, ускорением кинетической энергии упали на асфальтное покрытие. Они получили травмы достаточно тяжелые, да. Женщина получила, девушка, травму вообще несовместимую с жизнью. Реанимационные мероприятия успехом не увенчались. Она погибла спустя несколько минут при поступлении в наше вечернее учреждение. Представитель ДСНС, да, он с тяжелой черепно-мозговой травмой находится уже вторые сутки у нас в больнице. Состояние, можно сказать, даже критическое. Динамика стабильно тяжелая. С какими травмами? Вы понимаете, я сегодня не буду говорить вам о характере повреждений в тонкостях, да, потому что мы тем самым нарушаем законы персональных данных и врачебной тайне. Я вам сказал, что тяжелая черепно-мозговая травма. У второго представителя ДСНС действительно травма костей таза. Состояние его относительно удовлетворительное, но учитывая, что он находится в отделении реанимации, мы как бы вынуждены писать, состояние тяжелое, но сегодня мы его переводим для реабилитационной терапии в другое лечебное учреждение. Да, пациент в состоянии комы, это с черепно-мозговой травмой пациента. Наиболее тяжелый сегодня у нас в больнице. Остальные пациенты, двое из них планируются на выписку на амбулаторное лечение, но они для себя должны принять решение, будут ли они переведены в госпиталь для проведения психологической реабилитации, психосоциальной реадаптации в госпиталь 411. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...